зашли тут в пятерочку надо обязательно взять два хорошие хотим сейчас катюшке купить перекусить а вообще мы приехали в медведково сдек приехали макнадки ветрозащита для камер и сегодня был последний день если бы я не забрал они бы обратно уехали в интернет-магазин и не нужно было потом возврат средств делать неудобно хочешь рис еще возьмем а то он закончился убирай ну обычный мистер а главное не протарим смотрите продается как с половки похоже семьдесят девяносто девять будешь брать ну какой-нибудь пирожочек или хлебушек ну хочешь багет возьми как детстве горбушечка самое вкусное да прикольное утро такая погода замечательно светит солнышко ну все омрачается чем правильно у нас нет цвета демонстрирую не у я но самое главное то рубаем фонарик хрен с ним это я пережил воды нет мой отстой хотел помыться побриться но тоже не получится самое отстойное в этой ситуации то что мы вчера закупились продуктами тут и творог и колбаса сосиски сметаны йогурты и если не дадут свет еще в течение дня то конечно это все нафиг испортится потратились мы довольно таки сильно с котене попросила помыть огуречки взять колбаски хлеба потому что сейчас поедем к маме и по дороге она покушает ну потому что непроволновка не работает ничего не работает поэтому придется полу фабрикатами так скажем догоняться так возьму йогуртик сливочный где-то тут колбаса нарезка была так и хлебушек прикол приехала водовозка она катюшка со съемки едет приветик мы голодный холодный я тебе все взял ты тогда поставь мое положение сидушки спасибо большое у нас там водовозка даже приехала представляешь давненько такой не видела но видела машина по моему которая электрика занимается не закрывай так ярко вообще так прекрасно прекрасно конечно но сейчас там в этой пробке блин все так уж ныряют странно вот реально типа сейчас прикрою они блин с поворота как-то вылетают в эту пробку резко тормозят пугают сильно пугают жарко прикинь если мы остаемся мамы с ночевкой завтра вообще показывает там что около 14 градусов я 12 видео все равно я делась мне для 12 надо было бы мне переодеться и вообще я не накрасилась я очень поздно ну не то что поздно я стала рано но хотела еще раньше чтобы успеть нормально собраться голову помыть а воды не ты мне всегда красивая супер модель давай присаживайся я тебе все взял огуречки помыл йогуртик там нарезку хлеб то вы белый что тут у нас точно прикинь пока стоял думаю где моя карта хлеба да вот тут еще или кармашки ложечка 2 огуречка конечно йогуртик все больше ничего не у тебя даже вот это есть отличная руки все приятного аппетита я очень помыться хочу я посмотрю сколько только не показывает мою историю не буду показывать буду себя так будут видеть куда нет или поплатки оплатки час шесть пробочки заедем мак то что я без кофейка без электричества столько новых людей встретил пока спускался по лестнице думаю ничего себе потому что мы обычно лифте вдвоем ездим суббота я когда спускался вообще ни одного человека не было я была единственная кто в такую рань блин субботу идет куда-то только я то что в будни у меня работы не было выходные нате пожалуйста так вот когда ты скидываешь с этих детских праздников кружочки показать показать ну давай кружочки кружочки которые я тебе скидывал а тебе прикольно на все это суббота и первое еще мы решили за кофейком заехать в дудо то что он гораздо вкуснее чем во вкусная точка это опять же не реклама сугубо мое личное мнение и пока мы сидим машине я хотел рассказать о ситуации возможно это популярный кейс по поводу купер мы уже второй раз заказываем продукты на довольно таки большую сумму вчера какой у нас чек получился почти 5000 рублей в итоге нам не привезли заказ вся беда в том что мы заказали в 7 вечера и заказывали мы из пятерочки пятерочка у нас закрывается в 11 из 7 вечера передвигали переносили время доставки сначала было 8 потом 8 39 9 30 10 11 час и в единственном часу я уже позвонила говорю что за фигня почему не привозят а там просто курьеров найти не могут то есть в принципе ни одного курьера именно в этой пятерочки нет вот где мы живем и у меня тогда вопрос я не единственная такая потому что когда звонил мне сказали да девушка у нас как бы много звонят и говорят о том что не привозит заказ у меня вопрос почему пока они не набрали штат курьеров они все равно продолжают оставляют вот эту функцию доставки зачем конкретно эту точку мы закройте для нее доставку пока нет ну да поставьте на 100 просто понимаешь я заказала всем если у нас намечается какой-то праздник допустим и мне нужно там поляну накрывать для родственников да я заказала там на 5000 продукты и они при этом тянут до последнего ну вот всем я сделала заказ ну позвоните вы через полчаса скажите у нас курьеров нет все извините отмените я закажу где-нибудь другом месте для сама за ними съезжу они тянут до закрытия магазина когда я уже сама не могу туда съездить и купить их все магазин закрывается это время да вот это самое фиговое что не переносит 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 при этом это как-то лицемерно они знают что них не привезут но они мне звонят там бот и говорят извините мы задерживаемся привезем на полчаса позже вы готова подождать я говорю готова скидывает через час звонят извините мы задерживаемся на полтора часа вы готова подождать я говорю готова и вот так они постоянно бота посылают он звонит 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 а смысл если вы не привезете они об этом знают еще самый прикол то что они меня бомбят эсэмэсками типа андрюха сегодня скидка 500 рублей 300 рублей заказывай вот так вот закажешь и будешь сидеть ждать и допустим студенты у которых допустим это последние были 5000 на карте я не заказал я об этом и говорю это это просто же все у них нету еды и деньги только дней через три вернут и чё делать ничего я до этого сказал матом что делать хуй без соли доедать слушай а мне некуда ставить тут твой йогуртик это все можно выбрасывать я могу сбегать и наггетсы лежи три сахара мне один или полтора тебе в латте чуть поменьше ну там по вкусу сама попробуй привет друзья я это видосик уже на следующий день записываю вчера отчета как-то мнению не особо хотелось настроение такое короче электричество нам дали через восемь часов я думаю что продукты не испортились давить катень за это время вчера мы поделали заехали к маме в гости заказали роллы заехали в онлайн надо было купить и лампу настольную забрал я эти крепежки для gopro который мы возьмем с собой в тай и все да сейчас вот едем кашку и поедем по делам надо забрать резину из колесо дело в том что помните дака и мы продали зимние резины осталось плюс диски вот эти неоригинальные аджилика я продам и надо будет сегодня у мамы еще забрать и машину потому что она недовольна то что коробка все-таки дергается в пробках я записался на 7 30 вечером маслов и сделают аппарат на замену масла в коробке вот такой план капкан на воскресенье делюсь новостями мы немного покатали с катюшкой попили кофеёк поболтали далее она меня отвезла медведкова я забрал джилик на котором сейчас и еду демонстрирую довольно таки неплохая сегодня погода солнышко немножко скрылась но все равно приятно сейчас я собственно еду в колесо ru там заберу баллоны резина по моему дисловет north frost то ли 100 то ли 200 которая стояла на кая очень неплохая пробег там не больше тысячи километров потому что мама практически не ездила и после колесо уже поеду на замену масла в коробке но посмотрим какой будет результат уж не знаю в этом влоге или в следующем потому что после замены надо будет еще какое-то время покататься чтобы понять пинается она или нет так целом когда передвигаешься на каких-то скоростях там 60-100 она вполне адекватно себя ведет но вот в пробках мама говорит мне не очень понравилось плюс я слышу что в беларуси уже новые прошивки выходят под эту коробку до нас они пока не доехали ну возможно после таиланда даже если замены масла ничего не полечится попробую обновить прошивку забрал я резину и решил такой погуглить компания которая выкупает бэушные шины сгонял они мне в итоге предложили ну крайне интересную цену то есть за весь комплект 9000 рублей меня это не устроило тоже заблаговременно я посмотрел цена одного баллона вот моем состоянии 67 тысяч рублей ну вы понимаете да сколько я теряю вот катюшка да нормально вон я вижу ты идешь а я стою рядом стою машины нет я себя снимаю я просто там кусочек один хотел про резину я только приехал прям две минутки ну давай запрыгивай не зарекаюсь но после замены масла мы проехали 500 метров и коробка еще ни разу не дернул каждый раз когда мы проезжали лежачие полицейские всегда был толчок у коробки сейчас этого пока нет и зашли в окей купили вот такое израильское средство баги классик ну вроде как спасает от водного камня не знаю что получится потому что тачки год все равно видно вот некоторые следы они просто не оттираются сейчас нанесем но результат уже наверно светлое время сложно посмотреть хочешь сама хочешь вдвоем там две губки ты первый на стекло или на губку не знаю ну давай тревогая жесткая для стекла до нее ничего не будет мне надо конечно же побольше прям сильно больше заново я прям брызгой заодно само стекло помоем главное чтобы в лицо не попадал это прям надо вот прям тереть хорошо водный камень это еще та зараза конечно но это мы так примеряемся называется понятно в идеале это делать когда светло да а потом просто это я вафельным полотенцем протру но я посильнее так набрызгай все я буду растирать особенно с моей стороны вот такой у нас увлекательный выходной день воскресенье а ты думаешь той стороной слишком жестко ну я думаю да может не надо рисковать не все таки такая грубая чистим 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 моем моем труба чисто вообще в идеале конечно сервисный режим дворника бы врубить вот тут хорошо будто бы намазала с той стороны такое еще грызг ранее показывали средства полностью но не избавим от водного камня то ли дело в тряпке то ли дело в том что стекло изначально было грязное у нас все равно есть два варианта еще это на вебешки заказать то что рекламируют там где-то сохраненка есть либо ты мне найдешь либо второй вариант это твое какое-то средство коробки могу сказать что толчки полностью не ушли мы через 2000 километров еще конечно масло поменяем но такое ощущение что надо ждать все таки прошивку